Бегство от боевых действий. Семья из Краматорска переехала в Хабаровск. На своей машине они совершили невероятно длинное путешествие. Сейчас семья уже обосновалась в Хабаровске. Взрослые нашли работу, а детям губернатор обещал организовать летний отдых. Как вынужденные переселенцы из Донбасса размещаются в краевой столице, расскажем далее. Все, кто будет двигаться в сторону России, будут расстреливать. Семья вынужденных переселенцев из Краматорска приехала в Хабаровск. Добирались на собственной машине в Пятером. Мама, папа, два ребенка и кот. Сергей, вы ведь родились у нас, да? А где, в каком населенном? В 1985 году на Комсомольской, 18. Вот так. Да, вот приехал сразу, родители остались там. Немножко так печально в этой ситуации. Ну живы-здоровы? Да, слава богу. Вы сюда перевезете их? Ну пытаясь, но они что-то вот прям не хотят. Да, говорят, уже устали они от этих... Семья уже устроилась в Хабаровске. С супруги нашли работу в одном сельхозпредприятии. С жильем помогла хабаровчанка. Она бесплатно предоставила свой дом на год. Он пустой, но наполнять его помогают жители города. Есть вопросы по мебели там, да? Есть. И по технике, да? В самом доме ничего там нет. Там есть сама кухня, вот немножко обустроена. Там столы такое. Просто детей куда положить и куда вещи собрать. Люди помогают, сейчас вещи приводят. Сейчас семья готовится к получению российского гражданства и собирает документы для программы переселения соотечественников из-за рубежа. Получив выплату, семья планирует взять ипотеку. С работой определимся. Сейчас главное работа и документы. Главный труд. Да, да, самое главное. Сила есть. Детей не бросим, устроим. Дом пока временно займете, там годик поживете, а за это время решите все. Да, я думаю, все будет нормально. Да и родители к тому времени. Я думаю, тоже уговорим. Также губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обещал помочь с летним отдыхом для детей. Максим Вонаков. Смотри Хабаровск.